Можно, конечно, взять мяту, мяту же очень успоко, хорошо. Да, это перечная мята, масло. Что есть странно, где любили, легали... Барихуанна. Она, то есть, если ее употреблять грамотно, грамотно, но не просто же так ее Господь создал. Приятного аппетита, ребята. В сметану клади, я уберу банку сразу в холодильник. У меня, простите, у меня надо же ел. Ну, так я тебе коньяк поставил, и Стёперючку, я не буду. Это один день, да, вот по одежде можно поедать. Прости, пожалуйста, Стёп. Да, у нас... Добрый вечер, друзья дорогие. У нас все уже темно на улице. Потому что Искаковой просто очень плохо. И очень плохо. Она решила стресс свой снять таким образом. И Стёпу... Рубрика трэш. И Стёпу совратила на то же самое. Да не буду же я одна... Помнишь как, Иван Васильевич, меня царицы соблазняли, но я не поддался. Я ж не могу пить одна. Я помню цитату из сердечка. Но как-то некрасиво лечиться одному. Гоп-гоп-гоп. Мама рассказывает про французскую королеву. Я купила. Мне понравилось, что за мной народ. Да. Да. Мама тебе пожелала. Говорит, за Алиёй народ. Очень хорошо. У меня кофе со сливками. Я так понимаю, за Алиёй народ... У меня ещё столько делается, а я уже... И что? Степной кочевный народ. За Алиёй. Казахский. Я плохо соображаю. Казахский народ. Да. Приятного аппетита всем. Всё. Ну вы, Стёпа, и я сейчас сливочки съеду. Давайте будем здоровы. Ой. Будем. Будем спокойны, здоровы. Нервы наши будут спокойны. Будем счастливы. И всё у нас будет хорошо. Мам, у тебя чай ещё есть, пей чай. Да. Почему это ты делаешь? Просто как лимон. Вон лимон и у вас. А что-то я вам не дала в приборах ложек. Чайных. У нас же теперь есть, и вы же ему подарили. Ну всё уже, ну уже улыбнись. Да ладно. Ладно, да. Давайте, давайте вам сейчас работать ехать. Женя, Женя, да это сама Женя. Что ты, у тебя там, у него певица вот такая там есть. У кого? У дядька на подхвате в ресторане у этого. А, вы ей уже попряжали? Да, 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 там. Женя просто... Женя мне сегодня сказал, чтобы я... Или ты там мне сказал, ты сказал, чтобы я была рядом с тобой. Поднимай настроение мне. Как ты сказал? Не, держи, держи. Не, держи, держи. Нельзя ставить. А ты что, закусывать? Ну куда? Я тебе ложечку дала, ты пальцами лезешь. А ты говоришь, что закусывать? Я ещё не выпила, уже лезет. И вот там тоже, понимаешь, вот как-то вот надо вот так и положить прямо в лимончик. Прямо, прямо в коньячок. Да, Викторовна. Вот. А вы о чём думали, когда меня сюда вот тут около сидели? Потому что я буду вставать. Ты что, громко говорить будешь, чтоб ты слышал? А, то есть тут вот птички уже сами принесли ко мне. Ты вспомнил. Они там стояли. Но я их перест... Они передвигаются в твою сторону. Стёпа, я как могла их... Стёпа, я как могла их склеила. Правда, это обезножило, это обесклювило, обесхвостилось. Ну, я как могла всё это... Третью невозможно было реставрировать. Невозможно. А эти две уже как-то вот... Ну, они, видишь, они перелётные. Они... Мы друзья, перелётные птицы. Я думаю, что тебе парила петь. Ты даже так её засунула туда прям. А, ну, кому какая песня, извините, на ум приходит. Вот птички. Что ж ты? Да что ты смотришь? Два раза уже челкнулся. Да перестаньте вы! А это? Что-то лимон туда засунуть надо? Да, надо, Стёпа. Я рекомендую. Подноси сюда, чтобы мы были здоровы. Вот, всё, да. Вот так. И с этим пить, потом ещё не съедать? Да, потом съедать. Рекомендую. Правда, делается это не так, но нормально. Пить, дорогие друзья, будем заступать, веселы, бодры. Опять она бодры, веселы. Ну только что, ведь смеялась, ведь только прорвала. Всё же было нормально. Это психоз, он такой, я могу ржать, как ненормальная. То, что я на камере в предыдущем сюжете делала, это психоз, понимаете? Это вот, это психоз. Ну то есть, я нормально с Алиёй всё в порядке. Друзья дорогие, вы посмотрели предыдущий сюжет? Может быть у вас какие-то вопросы возникли у вас? Так вот она сейчас объясняет, что все с ней в порядке. Это просто психоз. Но по четыре мероприятия в день, понятно? У меня одно было вчера, и то у меня тоже потряхивало, подпрыгивало. Особенно эти пробки, это что-то. Едешь и думаешь, это твой прибор, твой нож, и думаешь, успеть бы к началу. Я уже не знаю, за сколько выезжать. Мы сейчас поедем за два с половиной часа. Ну потому что можно час вот здесь, на нефтебазе, можно час простоять. Реально. А, ну, Степа сказал, что знает. Мы обезжали. На Корнетово, прям там уже по Мичурино, быстренько. И все. И на Октябрьский мост сработал. Ну, вот видите, как у вас хорошо. Ну, я хоть с вами тоже поем. Ты сегодня еще, по-моему, не ела. Ты что-то ела. Мы сидели же. А я ела, что-то ела. По-моему, я там ничего не ела, я просто с вами сидела. Пить пила. Чай. Ну, как с ременчиком? Хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо. Но вы больше не пейте. Вам работать. Все. А мы больше не будем. И так, сейчас, мне кажется, язык заблитался. Немножечко вы как бы расслабились, потому что лучше, правда, с одного на другое. Ну, сегодня в больнице-то надо лежать. Ой, ежи. Нас там все записали, они сидели. Сначала она. У нас же Женя. А потом, о, снег, снег. Ух. Полина вообще была так-то хриплая. Она сидела здесь, что-то грустное сильно. А там, видать. Она. У нее по 8 утренников в день было. Она тоже вымокрившаяся. Но там полегче. Там эмоционально. В коль же случае. В чем там полегче? Там одно и то же. Каждый раз одно и то же. Одна и то же программа. У нас постоянно все по-разному. У нас не бывает одинаково. Никогда. Поэтому, конечно, я ни в коем случае не уверяю от того, что у нее, да, у нее сложная работа, и ей тоже. Но я как-то, видимо, больше все-таки не могу. Ну, конечно, вымоталась. А я просто так в ритме никогда не жила. Два года я же работала в центре творчества. И вот эти утренники просто два года то же самое. Ничего нового. А тут, извините, каждый раз разное. А тут постоянно. Реквизит, люди, машины. Там столько всего. И даже не то, чтобы в голове. Оно на бумаге вроде написано, но оно не срабатывает просто. У меня опыта такого нет. Вы мне скажите, вот я вчера снимала вечером сюжет. Девочка мне написала. Она в колледже учится. Начальное образование. А мечтает вот о такой работе, как вы. Стать актрисой. Играть на сцене. Родители говорят, что это не принесет ей ни куска хлеба. И вообще, что это вообще? Мне тоже мама говорила о своем деле. Куда ты идешь? Кто такой звукорежиссер? Я вообще не понимаю, куда ты идешь. Иди в юристы. Иди в юристы? А тебе с чем? Мне мама так и сказала когда-то. Ну а ты маму не послушал? А я когда-нибудь кого не слушал? А если я считаю, что это правильно, значит это правильно. А ты, Степа? А я молчал, 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 молчал. И потом, когда я ушел... И как запел? Ушел с теоретической физики. Ты на теоретической физике учил? Мне 4 месяца, мне не хватило. Да ты что? Я об этом не знала, Степа! Четыре месяца в Дубне прожил. В Дубне? С физиками и ядерщиками пообщался. Ой! Теоремы подоказывал и уехал. Четыре месяца? То есть ты поступил туда? В Дубне, под Москвой, там 3 часа от Москвы, на север. Ты поступил туда? А почему ядерщик физик? Он просто... Ну потому что, что я мог сдать? Он просто очень хотел узнать, из чего состоит земля. Узнал. В школе еще. Ну а потом уже, что вот узнал, то и сдавал. А потом решил в ядро земли из-за тебя. Но ты же поешь. У тебя голос же от бога дар такой. Ты актер. Ты импровизатор. Ты импровизатор. Ты же понимаешь, что у тебя... Урундук. Все просто. Нет, как ты мог туда залезть? Ну а сейчас ты считаешь себя на своем месте? Да, конечно. Ну вот люди добрые. Вот Елизавете вдогонку после вечернего сюжета. Так что, Лизонька, вы пробуйте. Идите смело. Поступайте, другое дело не поступите там, или что, или как. Другое дело, чего вы хотите. А Катюха наша, Катюшка наша, ведь она три раза поступала. Три! Ее не брали. Диктор. Три раза она не могла поступить. Нет, она уперта. Она все равно и поступила. В том, что это неприбыльно. Ну вообще... Если ты умеешь себя продавать, будешь прибыльно. Да дело вот в чем. Почему-то люди считают, что актер это только тот, кто снимается в кино. Понимаешь? Ну все что видят. Все что видят. Это для... А ты типа не сгодишься. Ты... Ну куда тебе? Ну какой тебе... Если ты певец, да, то ты суперзвездой должен быть. Да, если... Да, там свежий чай заварил. Если ты певец, что ты должен обязательно все? У тебя должны быть миллионные стадионы. Все, значит, там должно у тебя... Ну почему обязательно так-то? Ну? Нужно хоть на квартиру в центре Красноярска заработать в классе. Да я вообще... Я не понимаю. Здесь столько... На самом деле... Столько форм... Столько форм для того, чтобы реализовывать себя. Ну, Наталья Викторовна, возьмите пример Никитки. У него же нет образования звукорежиссера. У него нет образования. Но он технар. А как он всех этих тетов чувствует? Как он всех просто... Он технику знает, как свои пять пальцев. Он в жизни этим... На это не учился. Он, извините, больше меня знает. Я училась 4 года. Ну он... Так правильно, я всегда говорю, что научить невозможно. Можно научиться. Да. Но он же еще и публику чувствует. Он не просто публику чувствует. Он творческий человек. Он все это понимает. Поэтому он в нашей компании. Поэтому он и ел. Вчера у нас была игра в детском садике. Чей мальчик? Ой. Чей мальчик? Чей мальчик, да. И что? Степа, бери... Вот Женя оценил печенье с маслом. Я забрала. И между печеньем шоколадка. Кусочек шоколадки. То есть печенюшки с маслом. И там внутри еще кусочек шоколадки. Очень вкусно. Давай вот это уберу. А ты ставь сюда чашечку. Ложечка у тебя, вон она в лимонах. Я тоже съела. Алиюш, давай заберу. Тарелочки. Алиюш. А вы чай пейте. Так что можете... Ахахахаха. 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 Так что вы поговорите с людьми. Вот ваши. Вы молодая поросль. У вас тот же самый возраст. Ну вы постарше, конечно, этой девочке Лизоньке. Я изменила имя. Хотя, в принципе, такие письма мне приходят вот... Каждый день они приходят. Но она как-то так написала его. Вот будет мне 70 лет. Вот сяду я и подумаю. Почему я тогда за своей мечтой не пошла? И будет так обидно. Как-то вот так. Не знаю. Я всегда в детстве мечтала быть певицей. Потом мечтала быть актрисой. Ну у тебя и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое. Ты поешь, я... Потом я хотела быть милиционером. А ты и милиционер. Ты же работаешь на розыгрышах. Что это делать? Я про что и говорю. Собственно, вот то, чем хотела... Все воплотилось, понимаете? Все воплотилось. А всего лишь после колледжа решила, а пойду-ка я на режиссера праздников. Ну как бы Наталья Викторовна советует. Ну пойду, ладно. Да, я плохого не посоветую, потому что я от всего сердца желаю, чтобы у вас... Попробую. Чтобы у вас всегда, всегда был выигран. Режиссера. Представляете вот так вот, человек вот, в нем сидит потенциал, в нем столько всего много, и отдать никому. Ну, он, Ваника возьмите. Пустера. Вы представляете? И отдать никому. Вадик, сегодня пускай придет, будем что-то складывать. Я одна не потянула, они такие тяжелые. Пусть прибежит, поможет. А вчера меня подвозили три молодых человека. Вадик и еще двое его друзей. И один из них сидел за рулем, который, по ходу дела, недавно сидит за рулем. Я отвечаю. У меня было ощущение, что у меня сейчас волосы сидеют на глазах, потому что мне так страшно было. А еще мы едем так, и сбоку вылетает машина просто. Сейчас очень многие вылетают. И сбоку. Ой, мамочка, у меня чуть инфаркт не случился, я вот так села. Молча. Я говорю, больше я водителя не отвлекаю. А я там, как обычно меня привез. Зачем ты водителя отвлекаешь? Больше я водителя не отвлекаю. Правильно. А он говорит, отвезите автограф. Нет, спасибо, я так сливился. Может, уточить доверие. Друг-то у Алии есть, Вася? Нет, надо доверять. С чем тоже, конечно, ездить. Правильно, доверие, правильно. Доверять. Нет, тут, извините, меня возит генералов. Генералович Музов, кто там еще у них сам? Да. Водитель ФСБ. Вот, Вадик. Вот, Вадик, куда он пошел учиться? Ну, понятно. Да он сейчас учится тоже опять где-то здесь что-то техническое у него. Вроде бы как, тоже мужчина должен обязательно вот иметь что-то вот такое. Химик, физик, математик, инженер, докарь, слесарь, только вот это. Ну, это... Режиссер тоже мужская профессия. Ну, подожди, ну, да. Режиссер тоже мужская профессия, согласитесь. Да, да. Столько нервов, сколько у женщин тратится, Ну, это вот стереотипное просто мышление у людей складывается, что это должно быть только так. А может сантехник женщины вообще лучший сантехник? Да прекрасный будет сантехник женщина. Прекрасный. Замечательный. Женщина в любой профессии будет прекрасная. Вы же согласны с нами? Ну, мужчина в любой профессии. Абсолютно. Говорят, вон, типа, там сидит, там пеленки стирает. Да самый лучший нянь это мужчина. Мужчина у меня папа был. Я лучше повар, это мужчина. Бовар лучше мужчина. Хотя считается женская профессия. Да кучу можно назвать. Кучу. Исследователи. В основном... Но дело-то не в профессии. Дело в том, нравится тебе это делать. Да ты душой это делаешь. Либо так, тяп-ляп и готово. Вот по поводу Вадика. 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 Да, позвони Вадику, напиши, чтобы он ко мне в 9 часов пришел. Мы с ним... Намазывай, намазывай. Вот. Какую ложку надо придумать. Почему? Вот что, у тебя нет ножа, где твой прибор? Сейчас примесу. Вадик, у меня в тебе сделано миллион. Ты работаешь сегодня? Или надо... Вот для чего вы мне и подарили. Чтобы не мыть сейчас, не стоять. Я вам даю... Да, я вам даю новый нож. Чистый нож. Это самое... Вас надо привлекать. Пусть хотя бы вот так. Я рассказывала. А я знаешь, с кем ехала. Вика... Вика Бабанина меня встретила, по сути, до центра. И довезли меня до дома. Вот где-то 3-4, может, дня назад. Я уж не помню. И у нее такой актер-супруг. Он такой артист. Прямо понимаешь, вот все. Такой человек творческий. Я говорю, а может быть, вы хотите в наших розыгрышах поучаствовать? Он говорит, да с удовольствием. То есть понимаешь, что это... Хотя бы такой вот... Реализация. Выхлоп. Выхлоп, да, слово искала. Выхлоп вот такой, чтобы реализовать себя. Потому что съездил, сразу настроение у вас такое. Вы приезжаете с этих розыгрышей, глаза горят. Потому что это быстро... Потому что мы подарили людям праздник. Это быстро. Столько эмоций, столько впечатлений и реакция людей. Конечно, праздник подарили. Все замечательно. Ну, это как мы втроем вон со Степой и с Машей. С тобой же мы? Это... Ольгу Харлашу не поздравили. Да. Кажется, просто приехали, подарили торт. А сколько эмоций. А сколько было эмоций. Как и сегодня. Но в детских садах не пустили. Представляете, такие три телепузика заходят. Бурундуки. А вдруг, говорит, у вас там взрывчатка в ваших головах. Ну и все, и не пустили. Пошли потом на квартиру к Ольге поздравлять. С взрывчаткой. В детских сад не разрешили. Она там работает. Ну, я просто там не была. Ну, она только-только, да, ушла. Так они бы, может быть, и так бы не разрешили. Ну, нет, они начали выяснять, ой, на месте она не на месте, звонить там. Да? Как бы они просто... Розыгрыши-то хорошо. Ну, Вадик же уже с вами работал. А почему ты не положил шоколадку? Вадик с нами уже в розыгрышах давно. Он с Игорем вообще давно уже. Он с Игорем. Я вас просто всех не выучила. Вас так много. Ну, ладно. А я знаю. Вы ходите, ходите, выходите, выходите, выходите. Выходите. Кипятка подлить не сильно крепкий. Дымальный. Дымальный. Я даже не знала, Степа, что ты туда учиться. Если он не может, не надо. Второе сообщение. Пять минут. Да это ненадолго, минут пять-десять. Тут надо просто с тканями тяжелыми помочь. Я их не подниму. Да их не поднимет, она надорвёт. А они по семь, по десять метров. С одной стороны, он, с другой я. Я говорю, как он вчера меня защищал? Нет, подожди, Илья. Может быть, человек где-то в гостях. Он что, ради пяти минут побежит ко мне помогать? Только проснулся, я сказала. Как проснулся? Так времени шестой час. Шесть. Ну, что, люди иногда ночами гуляют, наверное. Ну, это будет всё-таки праздник спорный. Я бы тоже с удовольствием, знаете, проснулась в двенадцать, хотя бы. Я бы тоже сейчас спала, может, полтора часа. Это не сон был. Ну, я там часа два, наверное, от силы. И то, проснёшься, уснёшься, проснёшься, что же ты будешь делать. Просто уже на нервной почве, видимо, она не срабатывает, сна нет. Проваливаешься как будто. А потом раз, и как будто не спала. И всё, и уже сна нет. И кошка тут что-то ещё хочет от меня. Ладно. Там надо маму не успокаивать. Мама, чуть разрезлилась. Да там я просто сейчас народом приду. За мной народ, бабушка. Мама, народ за олеёй. А, мам? Народ за олеёй. Народ за олеёй. Ну вот. Народ за тобой. Я сейчас рядом с вами прохожу. Так оно не постирано, Вадик. Не, не, раньше девяти просто ничего готово не будет. Их надо, Наталья Викторовна постирает. Там машинка занята пока ещё. Вытащить и развешать. Вот что я. А меня не будет, я на мероприятиях сейчас уезжаю, уже через 20 минут. Чё-то стреляет. Стреляй. Так а чё-то там 9 часов, да, а мы уже, как полночка бьёт, так и приедем. Так а Стёпа приедет? Ты приедешь сюда? Ну, в 12. Так Стёпа приедет. А я могу просто вырубиться. Я могу, вдруг мама уснёт и я вырублюсь. Так вот скажите, куда их повесить? А на... Так а ты один, представляешь, 10 метров, 12 метров. Их надо растягивать вдвоём, складывать и потом на двери кидать. Они за сутки высохнут. А вам в салангу они нужны будут. Красная, белая. А, эти-то на скатерти, которые... Дорожки. Тебе переслать фотки, которые Полинка... Дорожки. Дорожки. А, сегодня он тоже... Давайте решать. Может быть, Стёпа с Вадиком в 12? Он наверняка в 12 не будет спать. Придут и вдвоём сделают. Ну, там у него, может, уже променанды начнутся. А, променанды у него начнутся. Пуфатика. Променанды. Всё, понял, к 9 подойдёт. Он к 9 подойдёт? Ну, к 9 я точно спать не буду, потому что мне кормить, лекарства давать, там, всё остальное. Слушайте, я вот одного понять не могу. Ну? Я, конечно, понимаю, что я сегодня очень красива. Но это же не я. Классно. Ну, согласитесь, это девочка какая-то, школьница. Ты похожа на Дабу Зайца, если мы погоди, прям, когда они... А это моя шапочка или это другая? Ты в моей шапочке была лучше, когда на улице работала Снегурочка. Где фотография в моей шапочке? Другая там есть фотография. Ну, извините, это вообще девочка, школьница. Да, школьница. Ничего, что мне 27. Вот так. Да ты радуйся, молчи уже. Тебя радуйся. Мне он стреляет. Молчи. Что? Что это за? Кукла. Классно. Кукла Маша, кукла Ляся. Да ну это же хорошо. Нам некогда стареть, Леюш. Да, нам некогда не то, что стареть. Нам есть-то некогда, что стареть. Когда идёт такая скорость, да? Ничего ж не падает. Ну и всё, и хорошо. Ничего не падает. Настроение не падает. Падает некогда. Сейчас поднимется. Сейчас поднимется, сейчас начнётся. Савельна. Я с работы ухожу, так всё. Савельна. Савельна, 71 год. 71 или больше? На машину заказала? 71, по-моему. Она 50 раз вокруг себя. Дры-дры-дры-дры-дры такой вот, на такой скорости. Пришла ко мне на актёрское мастерство и студентам там показала, как надо жить. Пришла ко мне на актёрское мастерство. И нормально. Поэтому так и выглядишь, что крутишься. Главное, не останавливайся. А то вот остановилась сегодня, что-то, сгрустнула. Надо было тебе эти 50 грамм коньяка. Полегче стало? Не знаю. Ну, я могу сказать, что мне стало поспокойнее. Поспокойнее? Легче не стало. Ну, хорошо. Ну и ладно. Вот так, товарищи. Ну, иногда надо. Ну, что ж постоянно весёлый ходить? Это что ж ненормально? Эмоции-то надо выплёскивать. А нет. Вот ты сейчас что сказала? Постоянно ходить весёлый ненормально. Нет. Просто иногда всё равно. Понимаете? Я просто тот человек, я не скандальный человек. И я никогда не буду на других людей выплёскивать свои эмоции. Иногда это бывает. Я потом очень себя ругаю за это. Шахтёров. 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 я заказал и ты заказал а зачем вам две машины нужны вас только нибудь приедет 2 а вот так что сейчас так можно и платить не нужно сразу назначили допустим на заказ снять вот и не получается что она все накапливается я же никуда это не дева негативное но же все равно на каплю никуда не уходит да я где-то где-то там цепанула я же все равно кто-то ну как вампир я конечно не вампир но все равно где-то что-то цепанула где-то какой-то энергию нехорошую получил и она там все копится потом она выплескивается и благо что на выплескивается просто слезами я прорывусь и все я никого не обижу а так то по большому счету есть же люди которые начинают на других это выплескивать это считается нормой для меня это не норма я не могу допустим взять и наорать на кого-то взять и кому-то там гадости какие-нибудь я потом будут как жить то дальше а так взял проплакался ты никому ничего не не сделал ты вроде бы освободился выпустил из себя вообще для меня я очень люблю не на кого-то покричать а просто я ну это очень редко делается кричать да просто вот какой-нибудь это клинное место есть на саше-то сказал мужик в лесу вышел покричать медведь пришел до медведи вышел ты чё мужу паришь так что ты будь осторожна по поводу покричать но я чем могу там но у меня видите у меня психоз чаще всего либо слезы в крайность да не пускай к себе зла пусть это не зло это нет это именно зло есть не это плохая энергия но это не зло если бы я была злая я бы по-другому сдая не про тебя говорю игры не пускай а к себе не пускай но всякие ситуации старайся уходить я не могу просто сама даже тупо себя накрутить вот это ты можешь ох как ты можешь себя накрутить как мы все можем себя накрутить а стёпа ты можешь себя на как мы любим себя накручивать идет поиск водителя и как бы вы что у вас 300 и у тебя 90 показывал ничего себе отменяй сразу 360 это что за цена за такая я тогда ехала за двести тридцать рублей 360 готова уехать лишь бы мы попали же мне заказывала когда я наехала из лейли 230 так это когда было пять дней назад а сегодня 29 двойной тариф а мы были двадцать третьего двадцать два двойной тариф а на случай вот таких вот длинных палок которые нужно забрать из содействия нужно завести этот тракторишку маленького или этого не можно конечно позвонить но это тоже было неграмотно вот вы дождет дождались двадцать девятого и поехали туда за палками за всем за этим не рентабельно нет ну кстати мы туда недорого ну что недорого пешком так то даже все равно но это же день это же день нет надо какой-то правда тракторишку пусть он стоит вот здесь кому минский минский трактор обычный такой беларусь приехали что нормально мы к нему санки будем цеплять поехали к модному клубу значит вести концерт на тракторе а мы его разукрасим трактор алия флаги все народ за алией а тракториста да и в соседнее село что только люди не сделала дискотеку все улыбались да ну что это же хорошо представишь все за алией народ за народ за алией сегодня бабушка сказала сделаю народ за а бабушка глаголит истину я так и чувствую что за мной народ я сижу всегда иду там чувствуешь столько народу за мной ты же в ответе за все мероприятия за того да никто не хочет вас вести точно поехали на автобусе но еще дольше почему так у вас а зачем он тогда такси это реквизита салангу собирали вы а зачем так идите на автобус вы быстрее доедете все до мичурина добраться все подъем на этой позитивной ноте самый оптимистичный до самый оптимистичный я пошла трудиться у меня там стирка не там уже надо готовить все это и все остальное ребятам пожелаем чудесно отработать вам всех благ в преддверии пробуем еще яндекс такси в преддверии нового года все заняты в общем я тут одна от всех отбавлюсь у нее там еще яндекс а так еще лучше 27 там до автовокзала вот видите какой все в общем будьте здоровы будьте бодры и веселые только говорите бодры бодрее а веселы веселее всего доброго пока